Продолжение следует... Стриж. 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 В начале выпуска об очередных кадровых перестановках в региональном правительстве. Сегодня утром стало известно, что губернатор Валерий Радаев освободил от должности заместителя председателя правительства области Михаила Горемыка. Комментируя свое решение, глава региона еще раз напомнил об основном требовании к подчиненным – работа на результат. Цитата. «Пассивность в работе с федеральным центром, муниципальными образованиями стала следствием отсутствия прорывных решений в социальной сфере. Сегодня как никогда нужна инициативность руководителей высшего звена. Новые подходы в управленческих решениях, четкое взаимодействие с бизнес-структурами. Это главное условие выполнения важнейшей задачи, стоящей перед областным правительством – перейти от стабильности к развитию региона». Конец цитаты. Стоит отметить, что наш телеканал не раз обращал внимание на пассивную работу уже экс-зампреда Горемыка. В частности, в вопросах с вынужденными переселенцами из Украины, а также в ситуации со вспышкой вируса сибирской язвы в Балашовском районе в прошлом году. Уже известно, что кресло заместителя председателя правительства Саратовской области по социальной сфере займет Иван Кузьмин, который буквально полтора месяца назад был назначен на пост министра культуры Саратовской области. До этого 17 лет он был директором Саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных. Отставка зампреда по соцсфере стала естественным продолжением политики чистки рядов. Напомню, ранее должности лишился министр экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области Владимир Пожаров. Кроме того, деятельность профильных чиновников в инвестиционной сфере губернатор области раскритиковал на совещании. Главу региона не впечатлили название предприятий и миллиардные суммы, которые по отчетам властей их руководство вкладывает в инвестиции. По словам Валерия Радаева, не нужно знать всех тонкостей, чтобы понять. Эти деньги предприятия вкладывают ради собственного развития. И заслуги чиновников в этом нет. Вы должны стратегически мыслить, стратегически подходить, определять каждому направлению, каждому приоритет министерства. Тогда это сложится в что-то. Сложится в инвестиционную вашу стратегию. А мы что рассказываем там? Там вот, перечисляете. Это все называется инвестиции в собственное производство. Какие это инвестиции? Это оборот называется предприятие. Губернатор дал поручение проанализировать портфель заказов крупных монополий у саратовских предприятий и сделать выводы из проведенного совещания. Если в ближайшее время в регионе не начнется работа по созданию особых экономических зон, индустриальных парков и реализации проектов по производству новых материалов, некоторым чиновникам придется сменить работу. В два раза выросло число интернет-мошенничеств в Саратовской области. Об этом рассказали специалисты на брифинге в пресс-центре здания «Московский комсомолит» в Саратове. В этом году правоохранители возбудили уже 123 уголовных дела по факту совершения мошеннических действий. Статистика распределяется следующим образом. Половина случаев это дистанционное банковское мошенничество, еще 42 эпизода махинации в сети интернет. Остальные случаи уже ставшие традиционным мошенничество по телефону. Причем по сравнению с прошлым годом наблюдается рост афер в интернете в два раза. Чаще всего жители региона становятся жертвами мошенников из других областей. Как правило, при совершении мошенничества с использованием средств мобильной связи, телефонные звонки потерпевшим, проживающим в Саратовской области, мы делали такой анализ и уже можем об этом говорить, поступают из Кургана, города Москвы, Московской области, Новосибирской области и Самарской области. Среди самых популярных способов обмана на первом месте по-прежнему звонки от попавших в беду родственников и СМС о блокировке банковской карты. Однако мошенники активно ищут и другие методы наживы. Так, в последнее время участились случаи появления лжеэкстрасенсов, которые за снятие порчи требуют от жителей большие деньги. Еще один новый способ – обзвон мошенниками пенсионеров с обещаниями повышения пенсии. Для этого аферисты просят данные банковских карт. А прямо сейчас на связь выходит наш корреспондент Елена Петрова. Она расскажет о происшествиях, случившихся на территории региона за минувшие сутки. Елена, приветствую тебе слова. Добрый вечер, Денис. Вначале расскажу о ДТП с участием двух грузовых автомобилей. По предварительной информации, водитель малотоннажника Hyundai двигался из районного центра. На перекрестке он выехал на главную дорогу, притормозил, чтобы пропустить больший груз, но водитель фуры начал уходить от столкновения. Грузовик угодил колесом в яму и перевернулся. При опрокидывании мужчина разбил головой лобовое стекло. Его госпитализировали в больницу. В Саратове же водитель маршрутки решил устроить гонки на проезжей части. На проспекте строителей транспорт маршрута номер 75 нарушил правила и обогнал пассажирский автобус на светофоре по газону. В результате маршрутка притерлась к автобусу, и у нее оказались перебиты практически все стекла с правой стороны. Что касается ДТП с пешеходами, то за день произошли три таких случая. На проспекте строителей грузовик сбил женщину на пешеходном переходе. Ее госпитализировали. Ушибами отделалась пенсионерка, которая переходила дорогу на Антонова, на красный сигнал светофора. Ее сбила иномарка. На улице Жаботавина легковушка сбила мужчину и скрылась с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами. И о пожарах. Из горящего дома в Вольске спасатели эвакуировали пожилую женщину. По предварительной информации, на чердаке частного строения произошло короткое замыкание. В результате чего случился пожар. Чтобы потушить помещение, сотрудникам МЧС пришлось разобрать часть стены. Из дома эвакуировали пенсионерку, которая все же успела получить ожоги. А в поселке Самойловка сгорел магазин. Предположительно, пожар вспыхнул из-за неправильной эксплуатации электрооборудования. Огонь охватил 2 квадратных метра площади и уничтожил значительную часть торговой зоны. Всего же за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения области ликвидировали 6 возгораний. Из них 2 произошли в Саратове, остальные в районах области. Ну а мы продолжаем следить за всем, что происходит в регионе. Денис, тебе слово. Спасибо, Елена. Я напомню, наша съемочная группа находится в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области. Это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за минувшие сутки. Максимально ускорить ремонт дорог. В Саратове продолжается период активной замены асфальта. Часть городских магистралей пришлось перекрыть, иначе провести столь масштабный ремонт невозможно. С инспекцией по местам, где работает спецтехник, отправился губернатор Валерий Радаев. Не везде увиденным остался доволен. Продолжит Мария Смирнова. Восемь вечера буднего дня. Время начала дорожных работ на Новоастраханском шоссе. Спецтехника выходит лишь только под покровом ночи, чтобы минимизировать дорожные заторы, так как для замены асфальта полностью перекрывают одну полосу движения. Но полностью избежать пробок не получается, хотя водители готовы потерпеть. И главное, чтобы дорогу привели в порядок. Ужасная была дорога вообще, все колеса разбиты. Очень здорово, что сделают. И лучше, конечно, меньшими силами, чтобы не было днем, чтобы не было заторов. Конечно, лучше потерпеть, потому что это временное явление, а дороги у нас плохие. Это явление не временное, а постоянно. Поэтому лучше терпеть, чтобы потом было лучше. Этот участок Новоастраханского шоссе в самом начале заводского района был признан одним из самых проблемных. Дорога была практически аварийной. Именно поэтому здесь начали менять асфальт в первую очередь. В планах рабочих положить около 30 тысяч квадратных метров нового дорожного покрытия. Сюда с инспекцией уже не первый раз приезжает губернатор Валерий Радаев. Последний визит был буквально в минувшую субботу. Однако за это время далеко продвинуться дорожникам не удалось. Темпы не устраивают. Тут я министр ругаю сейчас на голове, я говорю, темпы не устраивают. Не будут подрядчики темпы выдержать? Мне абсолютно кто? Еще раз говорю, деньги лежат. Время не ждет. Так не пойдет. В ночное время ведутся работы и на улице Рахова. Участок от Соколовой в сторону Большой Горной полностью перекрыт. Тут меняют все полотно от бордюра до бордюра. Но темп работы дорожных рабочих здесь поразил главу региона. Они говорят, мы проходим 300 метров. Какие 300 метров? Как минимум километры должны проходить за нами. Дорогу перекрываем, движение ограничиваем. И по 300 метров будем работать. На сегодняшний день темпами недовольны. В планах рабочих привести в порядок улицу Рахова до перекрестка с Большой Казачьей. Затем технику перебросит на замену асфальта на самой Большой Казачьей до Откарской. График настолько плотный, что даже небольшой затяжной дождь может оставить саратовцев без хорошей дороги. Вся надежда на ускорение работы подрядных организаций. Мария Смирнова, Денис Титаренко, Максим Постовалов, Саратов-24. Проблема ремонта дорог стала одной из главных тем на встрече губернатора с общественниками Саратовской области. В научной библиотеке на диалог с главой региона собрались более 100 человек. Активисты рассказали, что главное препятствие для нормального ремонта дорог – незаделанные ямы, которые оставляют за собой коммунальные предприятия. В разрытом состоянии дороги могут находиться неделями. Общественники предложили контролировать коммунальщиков с помощью штрафных санкций. Еще одной острой темой стало благоустройство города. Речь шла о реставрации фасадов, объектов архитектуры и памятников градостроительства. Саратовский блогер Денис Жапкин отметил, что после ремонта домов на улице Московская внешний облик этой части города значительно преобразился. Теперь, по мнению общественника, в ремонте нуждаются дома на проспекте Кирова. Есть фасады, которые выглядят неухоженными. Есть обилие рекламы и вывесок, которые закрывают и архитектуру, и не согласуются никак с видом современного города. Убрать рекламные вывески все-таки с центра проспекта. То есть, наверное, сколько денег они приносят, это не соотносится с тем, как они мешают ходить по улице и как они влияют на имидж Саратова. В свою очередь губернатор отметил, что в городе больше 150 объектов архитектуры, которые нуждаются в ремонте. Однако финансирования из бюджета на полную реставрацию в этом году хватит лишь на 20 зданий. На остальные будут привлекать инвесторов. В список реставрируемых объектов попадут здания помимо тех, что на Московской, дома с Чапаевой и Челюскинцев. А в ближайшее время к ремонту зданий приступят и на проспекте Кирова. Олимпийское лето в Рио-де-Жанейро продолжается полным ходом. Чуть меньше часа назад стартовали парусные гонки, в которых участвует саратовчанка Людмила Дмитриева. Это первое выступление саратовских спортсменов на играх в Бразилии. А буквально через пару часов начнутся соревнования по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина, где за золотую медаль поборется Илья Захаров. О том, какое настроение сейчас у российских спортсменов и как встречают наших болельщиков в столице Бразилии, спросим у нашего коллеги и волонтера Никиты Колпакова. Он выходит на прямую связь со студией из Олимпийского Рио-де-Жанейро. Никита, приветствую. Как слышишь нас? Поделись, пожалуйста, впечатлениями о Рио, как встречает он столь большое масштабное спортивное событие. Многие пишут сейчас, что повсюду вооруженная охрана. Правда ли это? Здесь достаточно много где стоит охрана в полном обмундировании. Это люди такие серьезные военные с автоматами. Они тут даже стоят на трассах. У них некие условные блокпосты маленькие стоят. И они очень тщательно стараются высматривать и проверять машины, которые проезжают. Здесь такая же ситуация примерно с полицией. То есть они тоже здесь практически повсюду. Но, например, если сравнивать с играми в Сочи, то, конечно, совершенно не хватает уровня охраны. Потому что в Сочи все чувствовали себя безопасно. Потому что там каждый буквально был как-то вовлечен в проведение игр. Каждый там кто-то флаг держал, кто-то волонтером ехал, кто-то что-то еще. И здесь совершенно по-разному происходят игры. Потому что здесь город живет... То, что происходит на олимпийских объектах, это спорт, который смотрят люди по всему миру. Но стоит выйти из олимпийского объекта и перейти дорогу. И тут же начинается пляжная зона. Там люди играют в волейбол, загорают и абсолютно живут своей жизнью. То есть здесь люди знают о том, что происходит в их городе олимпийские игры. Но далеко не каждый, очень мало кто как-либо вовлечен. То есть здесь прям очень достаточно контрастно это выглядит. Никита, расскажи, пожалуйста, много ли там русских? И как к ним относятся местные жители и приезжие гостя? Несколько сотен человек точно есть. Потому что в доме болельщика постоянно можно увидеть несколько десятков человек. Соответственно, все они одномоментно обычно не приходят в одно и то же место. Русским здесь очень рады, когда я объясняю, что я из России. Все очень удивляются, потому что всем необычно слышать, что человек полмира пролетел для того, чтобы быть здесь, для того, чтобы работать. Здесь очень хорошее отношение к русским. Здесь прям очень приятно. Потому что они очень мало знают нашу культуру. У многих, конечно, стереотипы. То, что многие мне рассказывали, что мы в России постоянно ходим в тулупах и шапках-ушанках, и каждый день пьем водку. Это, слушай, забавно. Но отношения действительно очень-очень позитивные. Они спрашивают, они говорят Россия, по-португальски Россия. И когда получают утвердительный ответ, они очень сильно удивляются. Они обычно спрашивают, о, Путин, Путин, где Россия. К русскими прям хорошо, очень хорошо относятся. Никита, расскажи, удалось ли побывать на каких-нибудь соревнованиях, поделись впечатлениями, как все это происходило. Был аврал, связанный с открытием. И там у нас очень много работы, потому что все заселяются. И очень много информации приходится предоставлять. Сейчас пошел спад, сейчас времени гораздо больше свободного. Сейчас как раз буду ходить. Но те, кто были, рассказывают, что достаточно хорошо относятся. Вчера была гимнастика, наши взяли серебро. Говорили, что там зал практически, не зал, стадион практически ревел, потому что разница была вообще минимальная. И когда там гимн США был, там как-то даже гудел трибуны немного, нашим аплодировали, которые заняли серебро. Это вот то, что рассказывали мне волонтеры, которые были на этих соревнованиях. Ну что ж, это был наш коллега и волонтер Никита Колпаков. Он выходил на прямую связь со студией из Олимпийского Рио-де-Жанейро. Мы продолжим прямые включения из Бразилии. Не пропустите, следите за новостями на телеканале «Саратова-24». Пешие прогулки от центра города до набережной обратно. В Саратове готовятся к реализации масштабного проекта по совершенствованию городского пространства. В областном центре собираются обустроить одну из самых длинных в Европе пешеходных зон протяженностью почти 9 километров. И самое главное, теперь любой житель города сможет повлиять на то, каким будет Саратов в ближайшем будущем. Это новая политика власти, дать право каждому выбрать пути развития. Именно пожелания саратовцев и легли в основу проекта, который охотно поддержал наш земляк Вячеслав Володин. Все подробности у Екатерины Заграничной. Большой современный город на Волге на общем плане производит впечатление. Детали же требуют доработки. О них говорят сами жители. Лично мне бы хотелось видеть побольше зелень. Лавочки, чтобы можно было куда-то добраться, отдохнуть по пути. Такие зоны отдыха, фонтаны, скульптуры. И красивые кругом здания. Хотят эстетической красоты, благоустроенного городского пространства. Сами жители подали идею и определили цель заняться этим вопросом, говорит Вячеслав Володин. Вместе с губернатором Валерием Радаевым и депутатами Госдумы Николаем Панковым и Ольгой Баталиной не раз обсуждали, каким образом решить эту проблему. Город, который стоит на Волге, но своего городского пляжа нет. Вот эту задачу обсуждали и с Валерием Васильевичем, и с главой города. Дальше пешеходная зона. У нас замечательная пешеходная конструкция от Чапаева до Радищева. А дальше? А дальше ее нужно продолжать, чтобы она проходила по Волжской и прям упиралась в Волгу. С тем, чтобы как раз можно было бы замкнуть и поплыть. И поплыть. А почему бы нет? Прямо по Волге. Речным транспортом. Навигацию тоже надо развивать. В областном центре есть все для этого условия. Сами жители отмечают. Саратов – город уникальный. Сочетает в себе историческое наследие, природный парк, умысную поляну. Ну и, конечно, Волгу. Преобразованием люди только рады. Готовы и сами участвовать в совершенствовании городского пространства. Если будет какой-то участок, где гулять можно, людям будет, думаю, хорошо будет. Если в городе где-то будут места, где пройтись, можно по более свежему воздуху. Это просто свободную площадку для того, чтобы ходили люди. Чтобы не было никаких препятствий. Чтобы было разделение между велосипедистами, скажем, и просто пешеходами. Горпарк. Единственное, он маленький. Он практически уже со всех сторон застроен многоэтажками. Пусть будет набережная, если есть возможность построить ее до конца. Если это жителям нужно, значит, будут работать в этом направлении. Замечает руководство области и города. Задача очень сложная, но решение постараются найти. Совместными усилиями нужно добиться того, чтобы восприятие города было позитивным, говорит Вячеслав Володин. Вот для такого планирования лучшего города, чем Саратов, не найти. Потому что здесь есть все, чтобы этот проект реализовать и применить его. Пока сами жители областного центра только фантазируют о том, какой она будет. Самая длинная пешеходная зона в Европе. От цирка по проспекту Кирова до набережной, по набережной до горпарка и от горпарка Парахова снова до цирка. А работы тем временем уже начались. Постепенно приводят в нормативное состояние саратовские улицы, благоустраиваются скверы, строятся фонтаны. Будет просто исключительно гордый. Я думаю, что это будет развивать и туризм, и воспоминания. Будут звать людей, приехать сюда еще, еще и еще раз. Екатерина Сграничная, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Немаловажной составляющей общего благоустройства города являются и дворовые территории. Именно там всегда много детей. Вот только современные и безопасные площадки для игр есть далеко не везде. Эту проблему в числе прочих также выделил Вячеслав Володин, дав поручение региональной и муниципальной власти вместе с жителями решить, где и какие площадки необходимо установить. О том, насколько это необходимо взрослым и детям, и каким образом планируется решить проблему, мы расскажем в ближайших выпусках новостей. А на какой стадии сейчас находится благоустройство города, решил проверить губернатор Валерий Радаев. С инспекцией он проехал не только по центральным скверам и дворам, но и заглянул на крайны Саратова, куда благоустройство не доходило уже несколько десятков лет. Продолжит Элада Тагиева. С устранения нависающей угрозы начинают обустройство детской площадки. Буквально полторы недели назад здесь был заброшенный пустырь, наполовину переоборудованный под парковку автомобилей. Гулять с детьми жителям улицы Азина приходилось либо вокруг дома, либо вообще уезжать в другой микрорайон. В принципе, у дома и гуляем. Если вот так, своими способами как-то погулять некуда, пойти или в парк ездим с семьей, ближайшим на Комсомольском, подальше у девятого гастронома. Сегодня здесь уже размечено место под детскую площадку. Помогают коммунальщикам и жители соседних домов. Убирают мусор и следят, чтобы все работы шли согласно плану. Такая активная работа здесь началась буквально сразу, после того, как местные активисты обратились к губернатору во время его очередного визита. Результат не заставил себя долго ждать. Поэтому, чтобы вы понимали, пожицы власти, независимо, где проживают наши жители, окраина Заводского, центр Ложского района или окраина Ленинского района, все так же одинаково дорогие. А это уже двор в центре Саратова. Правда, жители уверяют, что никакого ремонта у них не проводилось уже больше 30 лет. По внешнему виду придомовой территории и не скажешь, что она находится буквально в нескольких шагах от главной достопримечательности Саратова – набережной космонавтов. То, что коммуникации, говорю, постоянно прорывали, потому что в своем старом состоянии, постоянно тут вода, грязь была, вообще невозможно было ни подойти, ни подъехать к подъезду. Сейчас все устранили, очень много исправили, поэтому сейчас уже проще стало. Дорожки нам провели. И по программе ремонта будем ждать, что нам доделают все благоустроят, поставят площадку, заасфальтируют наконец-таки. Будем пребывать в лучшем виде здесь у нас во дворе, в центре города. Эта территория также вошла в список программы «Наш двор», которую инициировал наш земляк Вячеслав Володин. Подготовительные работы уже практически завершены. Решать, каким станет двор после ремонта, будут сами жители. Обрезать деревья начали, а площадку здесь спланировали, я смотрю, показываю. Одни за, другие против. Поэтому надо находить компромиссное решение. Помимо дворовых территорий, в этом году планируют облагородить и многие городские парки. Один из них – это сквер первой учительницы в Волжском районе, который, по словам местных жителей, давно требует преображения. У нас двое детей. Мы сейчас сюда приходим. А тут как бы одна каруселька. Это все-таки недостаточно. Потому что дети все занимают, естественно. Целый небольшой детский городок должен появиться здесь уже в ближайшее время. На благоустройство потратят почти миллионы рублей. В следующем году в сквере первая учительница планирует заменить тротуарную плитку и реконструировать фонтан. Элада Тагива, Денис Титаренко, Максим Пустовалов, Саратов, 24. Следить за качеством, а также контролировать, чтобы работы стартовали как можно скорее, пока не начались осенние дожди, будут и журналисты. Наш телеканал продолжает реализацию проекта «Дворнадзор». В рамках специальной рубрики мы ежедневно показываем состояние дворов до ремонта, а затем проследим, как их будут преображать. И сегодня наша съемочная группа отправилась во дворы домов по улице Новоузенская и весеннему проезду. Во дворе дома номер два по весеннему проезду даже летом. Без проблем не проедешь. От узкой дороги возле подъездов, уложенной больше полвека назад, практически ничего не осталось. Дому 51 год, как асфальт был положен, когда построили дом, так он и остался. Но тут уже от асфальта остались только одни ямы. Очень хотелось бы увидеть все-таки дорогу. Жители у нас пожилые. Ходить вот где-то вот по таким вот кочкам – это просто… Тротуары и клумбы возле дома жители привели в порядок своими силами. На хорошую детскую площадку во дворе их почти не осталось. Вся надежда, говорят жильцы дома, на проект «Наш двор», инициированный Вячеславом Володиным. Место есть, а все оборудование осталось со старых времен еще. И детям играть негде, что тут пыль только и обломки какие-то. Хотелось бы, чтобы современную хорошую площадку сделали для наших детей. Точно такую же, как во дворе дома номер 10-20 по улице Новоузенская. Здесь уже приступили к ремонту. Сняли остатки старого асфальта с дороги во дворе. Установили современную детскую площадку. Хотя еще пару недель назад на этом месте были руины. В том, что двор нуждается в срочном ремонте, лично убедился Вячеслав Володин. При этом особое внимание, по его словам, нужно уделить качеству работ. Нам надо сделать один раз и качество. Второе, надо искать из того, что какой гарантийный срок. Вот гарантийный срок до пяти лет. До пяти или пять. Пять и будет. Да, пять. Нет, давай просто вот. Пять лет гарантийный срок, но должен быть. По словам жильцов, ждать долго технику и рабочих не пришлось. То есть экскаваторы, погрузчики и другая спецтехника приехала буквально сразу. Начали ровнять площадки. Завезли уже у нас бордюры. Так что работа у нас кипит. Если в таком темпе, они сделают, быстро сделают. А как сделают, мы посмотрим. О контроле как раз и говорил Вячеслав Володин на встрече с жильцами. Следить за ходом работ наш земляк просил лично губернатора и главу городской администрации. В свою очередь и наш телеканал взял под прицел видеокамер реализацию проекта. Ежедневно в рамках рубрики «Дежурный репортер. Двор. Надзор» мы показываем состояние дворов до ремонта и как они преобразятся после. А качество нового двора оценят сами жители. Станислав Жижин, Роман Шельдяев, Саратов-24 Напомню, программа, в рамках которой будут приведены в порядок придомовые территории, будет продолжаться и в следующем году. Работы не прекратятся до тех пор, пока не будет отремонтирован каждый двор. Об этом заявил Вячеслав Володин. Саратов-24 будет следить за тем, чтобы работы начались в срок за качеством проводимого ремонта. И чтобы выделены деньги, потратились исключительно на нужды дворов. Мы продолжаем проект «Двор. Надзор». Если вы уверены, что и вашему двору срочно необходима реконструкция, и вы готовы рассказать об этой проблеме, пишите нам на почту info.saratov24.tv Выкладывайте в социальные сети фотографии своего двора и ставьте хэштег «Двор. Надзор». Оставляйте заявки на участие в проекте по телефону 705-755. О дворах, которые особенно нуждаются в срочном ремонте, мы будем рассказывать в ежедневных выпусках новостей. От знаний перешли к спорту. На студенческую спартакиаду съехались учащиеся практически всех вузов Саратова. На соревнованиях 11 видов спорта. 6 команд сражаются за звание лучших волейболем на стольном теннисе «Дарте». Почувствовала состязательный дух вместе со спортсменами наш корреспондент Полина Попенец. Водное шоу на открытии главного студенческого турнира лета. На спартакиаду съехались учащиеся саратовских вузов. Все команды настроены на победу. В Саратовском государственном университете к этим соревнованиям готовились несколько недель. Бадминтонисты СГУ уверены, первые места сегодня будут у них. Говорят, соперники хоть и тоже тренировались, но немного отстают в подготовке. Всех мы уважаем, но все остальные либо бывшие, либо на любительском уровне занимаются. Мы все-таки занимаемся профессионально, поэтому у нас шансов, я думаю, больше. Еще несколько лет назад, помнят преподаватели СГУ, вуз не всегда занимал призовые места. А вот сегодня награды за спартакиаду прошлого года студенты получают из рук губернатора. Глава региона уверен, нужно создавать условия для занятия спортом. Тогда и школьники, и студенты будут больше им заниматься. Мы практически в каждом высшем учебном учреждении на территории Саратовской области и филиальной сеть создаем эти условия. И хочу сказать слова благодарности прежде всего руководителям наших вузов, всем тем преподавателям, педагогам, которые именно работают в этом направлении. В спартакиаде этого года 11 видов спорта. Шесть команд сражаются за звание лучших в волейболе, настольном теннисе, дартсе. Состязательный дух для участников главное, но организаторы уверены, такие мероприятия нужны для того, чтобы привлечь в спорт еще больше молодых людей. Это физкультура, это здоровый образ жизни, это то, что становится модным среди студентов, уже стало модным среди студентов. Наверное, вот это самое важное. Потому что за вот этими ребятами-победителями тянутся все остальные. И на самом деле, в общем-то, большинство из них свое свободное от учебы время проводит именно занимаясь спортом. Победы в разных дисциплинах суммируются и складываются в копилку общекомандного зачета. Больше всего баллов набрала команда СГУ. Они и становятся победителями спартакиады. Студенты говорят, в следующем году тоже не намерены уступать пальму первенства. А потому начнут подготовку к следующим соревнованиям. Полина Попенец, Елена Петрова, Вячеслав Соленков, Саратов-24. Попенец, Елена Петрова. В App Store и Google Play. Архив программ, прямой эфир и актуальная телепрограмма всегда под рукой. Следующий информационный выпуск смотрите после художественного фильма «Непобедимые». А прямо сейчас эфир продолжит программа «Прямая речь». Я же на этом с вами прощаюсь. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова